Ко всебелорусскому народному собранию Гомельская область готовилась основательная. Речь не только об избрании 310 делегатов. В регионах провели около 600 диалоговых площадок. Более 400 озвученных на них предложений переданы в рабочую группу по подготовке республиканского форума. Кроме того, почти 800 вопросов было озвучено во время работы общественных приемных. Сейчас молодые люди, которые работают на предприятиях, они ездят на обучение, когда получают высшее образование, либо в счет трудового отпуска, либо ездят за свой счет. То есть по закону решает наниматель, как его отпускать. Было бы здорово, если бы законом регулировалось именно создание социального отпуска с сохранением средней заработной платы на время сессии. Это был бы отдельный вид отпуска, который работник мог бы потратить на саморазвитие. Главное внимание на областном собрании вопросом повышения уровня жизни населения. Проект развития страны, который будет приниматься на Всебелорусском собрании, предусматривает социальную направленность государственной политики. Причем решаться эта задача будет разными методами. От формирования новых высокотехнологических отраслей до развития региональной медицины, в том числе по оказанию специализированной помощи. Я горжусь тем, что мне выпала такая честь представлять нашу систему здравоохранения на Всебелорусском собрании, представлять Брагинский район, в котором я живу. Это моя малая родина. И, конечно, меня очень волнует тема развития регионального здравоохранения, сохранение той социальной стабильности, которую имеют наши пациенты именно на загрязненных территориях. Меня очень волнует тема создания межрайонных специализированных центров оказания медицинской помощи. За последние пять лет на Гомельщине сделано немало. Во всяком случае, перечисление только наиболее значимых событий занимает несколько страниц. Электрификация железной дороги на участке Гомель-Жлобин, пуск автоматизированной линии по производству энергоэффективного стекла на предприятии Гомель-Стекло, открытие нескольких новых нефтяных месторождений, открытие послемасштабной реконструкции областной детской больницы и строительство поликлиники для взрослых, современный биатлонный комплекс СОЖ, разработка суперкомбайна на Гом-Сельмаш и создание мемориального комплекса «АЛАП». Плюс получение первой продукции на горно-обогатительном комбинате в Петрикове и завод сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Это тоже в активе последней пятилетки. В этом году, в 2021-м, мы будем сдавать в эксплуатацию технопарк. Это единственный технопарк при свободной экономической зоне. Мы являемся учредителями предприятия, агентства развития и содействия инвестициям, которые будут сдавать в эксплуатацию технопарк. Там уже зарегистрировано 6 резидентов и есть потребность именно в развитии IT-технологий и в развитии высокотехнологичных производств. Это нам поможет делать новые шаги. Развитию экономики в следующей пятилетке особое внимание. Причем касается это не только инновационных отраслей. Сельское хозяйство сегодня хоть и позволяет обеспечить продовольственную безопасность и даже направить часть продукции на экспорт, однако должно работать более эффективно. Нужно развивать, конечно, укропненное сельскохозяйственное производство, развивать молочно-товарные фермы, создавать малые предприятия той же переработки. Это основные тенденции, которые характерны для более развитых регионов Республики Беларусь в области сельского хозяйства. Объединить усилия общества, бизнеса и государства – это еще одна задача, предусмотренная новой программой социально-экономического развития Беларуси. Ее реализация будет проходить на всех уровнях, однако главное внимание в последующие пять лет – регионам. Обращаем внимание на тот потенциал и компетенции, те конкурентные преимущества, которые есть у каждого из территорий. Именно раскрывая этот потенциал и раскрывая конкурентные преимущества, мы можем найти те новые направления, которые станут драйверами развития в регионе. Если говорить о Гомельской области, здесь много тех направлений, которые предстоит нам развивать. Речь идет и о сельском хозяйстве, речь идет и о машиностроении, речь идет и об IT-сфере. Конечно, серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо нам вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамечения. Поэтому нам предстоит много чего сделать за это пятилетие. Я надеюсь, что те параметры развития, которые определены, те цели, которые мы поставили перед собой, они будут достигнуты. Практически все делегаты 6-го Всебелорусского собрания от Гомельской области это люди с большим опытом работы в различных сферах и активной жизненной позиции. Депутат Палаты представителей Жанна Чернявская поделилась с журналистами мнением о внесении изменений в Конституцию страны. Люди об этом говорят, что сегодня президент настолько загружен разными вопросами, может быть отдать какие-то полномочия или парламенту, или правительству, может быть местным властям больше догрузить. Главная задача следующей пятилетки – повышение благосостояния людей, качества их жизни. Делегаты 6-го Всебелорусского собрания говорят, что настроены на конструктивный диалог и сохранение стабильности в обществе. Волнует самый главный вопрос, чтобы решить наши проблемы так, чтобы не было каких-то конфронтаций, каких-то конфликтов в обществе, что вот этот год действительно был народным, знаменовал народное единство. Олег Свинтюров, Максим Савин, Сергей Комков. Новости недели.